Шумиха вокруг нерпы началась в сентябре. Тогда Минсельхоз Бурятия заявил, что нерп в Байкале стало слишком много – 100 тысяч. И ежегодно популяция этого зверяка увеличивается на 25 тысяч голов. Это количество значительно превышает кормовую базу, а потому предлагалось пустить нерп на консервы. То есть возобновить промышленный вылов этого эндемика. Иначе в огромной нерпячей семье попросту начнутся мор или болезни. Без какого-либо ущерба для популяции нерпы можно ежегодно добывать 5-6 тысяч голов. Что бы ни говорили, это можно и нужно делать. Если это мы не будем делать, то мы придем к чему. Как и в 80-е годы, возможно, вспышка очередная саморегуляции численных болезней. Чума полтоядных, которая была зафиксирована в те годы, это вполне реально. Я не говорю, что она на следующий год будет, но это вполне реально, потому что плотность популяции возрастает. Чиновник напоминает, нерпа всегда была промысловым животным. Ее добывали столетиями и никакого вреда для популяции не было. Однако у зоозащитницы Галины Полянской диаметрально противоположное мнение на этот счет. Волонтер рассказывает, что в период с 2007 по 2011 годы популяция нерпы резко упала из-за браконьеров. Пришлось потратить миллионы бюджетных денег и много сил, чтобы восстановить вид. И тут вдруг, спустя всего 4 года, чиновники вновь заявляют о большой численности нерпы. Женщина ставит под сомнение, что специалисты проводили мониторинг и подсчет должным образом. Данных нигде нет. Скорее всего, это все равно идет коммерческий интерес, потому что люди на чашу весов ставят моральные какие-то устои и, соответственно, коммерческие. Коммерческие перевешивают. Основное внимание переносится на экономику. Важно это или не важно. Экономически оптимально это или не оптимально. А где же этические аспекты? Где же моральные аспекты? Что будет с теми детьми, но возьмем даже детей браконьеров, которые помогают своим родителям убивать этих беззащитных животных? Зоозащитница рассказала нам еще несколько интересных фактов. Если 100 тысячное поголовье нерпы условно разделить пополам на самцов и самок, из этих 50 тысяч самок 20 тысяч еловые, то есть бесплодные, остается 30 тысяч нерп, которые способны к рождению бельков. Так еще называют детенышей нерп. Так вот, по данным волонтеров, 8 из 10 бельков убивают браконьеры. Отсюда закономерный вопрос. Как вообще могла расплодиться нерпа до той цифры, о которой говорят чиновники? Мы также связались с зоологом по скайпу. Он живет в Геленджике. Ученый тоже поставил под сомнение подсчеты популяции байкальского тюленя. Современные подсчеты при уровне достоверности 0,95 точность их составляет 20-30%. Это данные ученые. То есть мы что имеем? Практически треть можно сразу вычитать из этих 100 тысяч, о которых они говорят. Получается, это уже порядка 66 тысяч. Теперь, с учетом того, что браконьерский отлов, вылов, забой нерпы байкальской составляет порядка 15 тысяч при разрешенной плоти в 2-2,5 тысячи, то есть 5 раз. Если 5 раз умножить, то это уже будет 30 тысяч. То есть остается 66 минус 30, это 33 тысячи. Убийство байкальского тюленя Константин считает неоправданным риском. Нерпа – достояние всего человечества. Он тоже оставил свою подпись под петицией, которую россияне адресовали президенту и министру природных ресурсов страны. Как нам стало известно сегодня, Минсельхоз Бурятии, не найдя поддержки у федералов, вопрос о промышленной добыче нерпы все-таки временно отложил. Анна Зуева, Евгений Павлов, Новости дня.